Варварство, законное право или случайная декоммунизация. На одном из столичных зданий отбивают барельефную композицию советских времен. Ох и шуму поднялось, но вероятно оправдано. Все-таки история есть история. Где эта грань между уважением к ушедшей эпохе и движением вперед? Обсудим сейчас в прямом эфире с нашими гостями. Обидно, Александр, что, как говорят, одним рощерком пера, а по факту с помощью кувалды, наверное, и перфоратора, уничтожает память о целой эпохе. Разве не вы занимаетесь охраной культурного наследия? Получается, недосмотрели, упустили где-то? Да, безусловно, мы занимаемся. А я думаю, вы сказали, безусловно, упустили, недосмотрели. Мы занимаемся. Но в данном случае объект не является объектом культурного наследия и не попадает под охрану соответствующего закона об охране культурного наследия. Но, безусловно, надо разбираться. Надо, конечно, разбираться и смотреть. Но здесь вопрос, конечно, к администрации. В ответ честно, я так и думал, что здесь не хватает еще одного стула для городской администрации, потому что был уверен, что вы будете, так сказать, в их сторону смотреть, мягко выразимся. Ну, если хотите, я могу развернуть свой ответ. Да, конечно. То есть, сохранение объекта, который не является объектом культурного наследия, возможно только в составе исторического поселения, коим у нас Симферополь не является. И, конечно, нам надо было бы ставить вопрос о выявлении исторического поселения, установлении его границ, утверждении режимов содержания этой территории. И тогда мы могли бы нормально ставить исторически ценные градоформирующие объекты или просто историческую застройку и требовать ее сохранения. Но это не говорит о том, что не должен соблюдаться закон в части получения разрешений, необходимых на проведение любых работ с объектами на территории города. Ну, Александр, получается, по факту, что мы не работаем и другим не дадим. Я так понимаю, что профильный комитет должен выявлять те здания, которые несут историческую какую-то культурную ценность. Не так ли? Не так. Не так? Не так. Значит, выявление объектов культурного наследия – это некая общественная инициатива. Государственный комитет по охране культурного наследия осуществляет охрану культурного наследия. Но информация о том, что этот объект или какой-либо объект должен стать памятником, должна к нам прийти как общественная инициатива от общественности. Ну, вот есть яркий пример общественной инициативы. Насколько я понимаю, Кирилл, именно вы сообщили о том факте, о демонтаже этого фазборельефа, если можно назвать это демонтажом. Ну, обращая внимание на комментарии под вашим постом, сейчас они появятся у нас на плазме, у меня возникает вопрос, для чего вы это сделали? Вот под чередой гневных, но стоит отметить вполне справедливых комментариев жителей Симферополя и, в принципе, крымчан. Появляется еще один такой вишенкой на торте Кирилла в архитекторы города. Вот вы решили, как сейчас это говорят, подняться на хайпе? Нет, ни в коем случае нет. Анатолий Петров предложил, вот Кирилл, архитекторы города. Срочно, кто за? Я поддерживаю. Александр вот уже поддержал. Один голос есть? Во-первых, Анатолия, я не знаю лично даже, да, просто, наверное, человека побудило мое такое, да, защитническая позиция написать это. Ну, я не знаю, может быть, не стоит это говорить, но это не первый такой пост, да, не первое такое взывание к общественности. Вот, естественно, меня возмутила, как архитектора, такая наглая, варварская позиция застройщика, арендатора или владельца здания. Если вы уже анализировали комментарии, то в одном из комментариев заместитель главы города прокомментировал, что данный снос барельефа никак не согласовывался с администрацией города. Я считал комментарии, там сказали, что один из комментаторов ваших, он позвонил в администрацию города, где, цитирую, мур-мур, ответила ему в трубку работница администрации, и это все и закончилось. Ну вот, у вас есть в этом случае, пожалуйста, человек, который сидит напротив вас, вы как представитель общественности, да, инициировали, да, инициировали подобного рода факты, обращения, да, в риском. Вот вы примете какие-то меры по факту этого обращения? Кстати, в фейсбуке Кирилл написал, да, что прошу считать это обращением, если я не ошибаюсь. Ну, обращение должно к нам поступить официально, мы, наверное, что-то попытаемся сделать для того, чтобы мотивировать администрацию включиться в эту работу, администрацию города. Хотя, еще раз говорю, это, конечно, не наши полномочия. Кирилл, а вы готовы написать официальное обращение уже не через фейсбук, а вот прямо в письменном виде, может, с подписями, если понадобится? Ну, я думаю, что тут можно согласиться с Александром, это не их профильный вопрос, это вопрос чисто администрации. Хорошо, не в их адрес, хорошо, в адрес администрации, риском поддерживать, правильно? В адрес администрации города мы, как союз архитектора, взаимодействуем в рамках архитектурного совета при главе города администрации, и обязательно мы вынесем этот вопрос на заседание этого совета. Александр, ну вот насколько я, не Александр, Кирилл, вот ваш пост на фейсбуке, да, вы называете, а можно режиссера попросить, да, пост с фейсбука вывести? Вы называете там, по сути, людей-варвары. Вот мы можем прочесть, да, что какие-то люди с пониженной социальной ответственностью, ну бог с ним, да, что они, наверное, это всего лишь предположение, что они будут каким-то пластиковым шерпотрепом заменять. И вы тут же говорите, что благодаря действиям таких варваров, но это ведь собственник здания делает ремонт или реконструкцию своего помещения. Я ведь, по сути, не сижу и не говорю вам во время вашего ремонта, что, мол, ванну не трогайте, это раритет. Это ведь его здание, оно в его собственности. Я вам отвечу. Очень просто. Существует на территории города Симферополя правило благоустройства. Если я не ошибаюсь, пункт 2.11.4 гласит о том, что любая реконструкция, любое вмешательство в фасад здания, даже его покраска, обязательно должна согласовываться с органами администрации города. В данном случае этого согласования не было. Ну вот вы, секунду, вы председатель архитекторов города, да, союза архитекторов города. Вот в этом случае, я считаю, что напрямую и ваша, и ваших коллег должна быть инициатива для того, чтобы каким-то образом поднять общественность, если нужно, администрацию городу, местные власти, для того, чтобы препятствовать такого рода действиям. Чем Кирилл занялся? Ну, мы видим определенный резонанс, да, я думаю, что эта передача бы не состоялась, если бы этого резонанса не было. На самом деле этот случай, он единственный такой, наверное, вопиющий, но он не основной, да. Если мы, допустим, посмотрим через призму этого случая на другие, на другие деяния, в кавычках, которые осуществляются в городе, то мы можем найти намного более серьезные нарушения, да, то, как, допустим... Например? Например, допустим, я в корне не согласен с реконструкцией центральной части города. Я в корне не согласен со многими объектами новыми, которые появляются на пересечении Пушкина, Карла Маркса, на улице Пушкина и так далее. Кирилл, вот я согласен с вами, что это не самый, наверное, вопиющий факт, да, вот мне, в принципе, я еще раз попрошу режиссера сейчас вывести на плазму фотографию этого здания, где, собственно, барельеф, да, вот этот барельеф, сейчас части его уже нет, но некогда она была там. Но, объективно, Кирилл, что в этом здании такого особенного, ну, нельзя назвать его шедевром зодчества? Ну, согласитесь. Безусловно. Или вы бы назвали его? Безусловно. Если бы это был шедевр зодчества, то он бы был под охраной государства, и тогда бы Александр не смог бы сказать, что это не его зона компетенции. Здание, я написал, оно интересно, оно представляет собой интерес ушедшей эпохи. Мы не можем сегодня позволять себе так варварски, еще раз повторю, варварски, относиться к прошедшим эпохам. Неважно, это советская эпоха, либо екатерининская. Кирилл, ну, а развитие вперед. Вот таким образом мы бы просто в мазанках жили бы, в каких-то там саманных домах, если бы так пытались все сохранить, все подряд. Безусловно, это нужно, да? У нас есть масса такого рода примеров исторического и культурного наследия объектов, но... Здесь, наверное, вы имеете в виду, как может современная архитектура встраиваться в историческую, но эта позиция никак не говорит о том, что мы должны коверкать здание. У этого здания есть свой автор, у барельефа есть свой автор. Они закладывали какие-то идеи, которые были характерны их времени, в котором они жили. А здесь приходит собственник, на его взгляд он не понимает этого, и он принимает какие-то своевольные решения. Для этого и функционирует администрация города для того, чтобы препятствовать таким действиям. Кирилл, понятно. Привели действительно уйму примеров, Александр. Действительно большое количество, которое дает основание полагать, что профильный комитет, который должен охранять вот эту историческую и культурную составляющую, он где-то, наверное, все-таки не дорабатывает. Вы уверены, что у вас в базе есть все объекты культурного и исторического наследия, которые должны быть в ней? Нет, не уверены. Точнее, все объекты, которые включены в реестр, являются объектами культурного наследия и подлежат охране, они, конечно, в реестр включены. Но, безусловно, существует некое количество зданий ценных, ценный эпох, на самом деле. Это ведь конструктивизм, неоклассика, это все, это период, который мы действительно теряем, который невозможно восстановить. Но, опять же, я считаю, что надо пользоваться только законодательными инструментами. То есть для нас соблюдение законодательства – это главный вопрос. И, в частности, если человек находит себе возможность выполнять работы без разрешения, без согласования, наплевав на законодательство, это требует внимательного разбирательства. Что касается памятников, то если говорить о законодательстве, то выявление должно быть и включение в реестр должно быть выполнено. Кем? Давайте обсуждать. Мое мнение, что это общественная инициатива, это группа общественности, которая готовит соответствующий пакет и говорит, что вот этот объект, на наш взгляд, обладает признаками объекта культурного наследия, а они четко прописаны. 40 лет с момента создания, историко-кудожественное какое-то объявление и так далее. Александр, здесь еще, понимаете, здесь нужно выявить. Вот мы нашли одно из таких зданий, кстати, недалеко от этой студии. Как вы думаете, что это? Я не про стол посередине, а, в принципе, про эти руины. Есть предположения? Ну, я предполагаю, что это какое-то… Какое-то историческое здание. Какое-то исторический двор. Бинго, и вы правы, потому что, по предположению следователей, это текие дервишей, что и подтверждают научные сотрудники. У нас есть даже вот… А где, простите? Научные сотрудники, вот, пожалуйста, смотрите. Было текие дервишей. Некогда это было текие дервишей, так называемых молчальников. Это культурный объект еще эпохи Ак-мечети татарского города, который был вторым после Бахчисарая. Здесь находилась резиденция Калги Султана. Это научный сотрудник музея Таврида. Я думаю, стоит им доверять. И вот сразу для сравнения хочу показать, как выглядят текие дервиши, но уже в Евпатории. Вот. Мне кажется, абсолютно налицо разница, да. Вот в этом случае. Почему в Евпатории, да, в городе с большим туристическим потенциалом, там уважительно относятся, там каким-то образом благоустраивают, да. Оборудовали туристический маршрут Малый Иерусалим, куда вошел этот объект. А у нас в Симферополе просто это здание, господи, да никто даже и не знал, что это такое. Там вот, честно говоря, до того, пока наши журналисты не поехали туда снимать сюжет по просьбе местных жителей, там просто была свалка. Сейчас просто заколотили досками. Я не знаю, какова дальнейшая судьба этого здания. Это улица Краснознаменная и угол Сергея Ценского. Может быть, я не знаю, если нужно, мы, наверное, все редакции напишем обращение как общественность, а может вы сами примите меры. Нет, вы напишите как общественность, потому что в вашем вопросе содержится и ответ. Никто не знал. А где заявление, на которое госорган должен среагировать? Александр, а кто в принципе это должен делать? Вот вы говорите общественность. Но по сути все повесили на народ. Получается, человек должен ходить по своей инициативе, что-то там выискивать, выявлять, сидеть в архиве. Нет какого-то отдела в вашем комитете? Ну как, это же все-таки комитет по охране культурного наследия. Ну вот здесь опять же вопрос охраны культурного наследия. То есть сначала должна быть культурное наследие, то есть оно должно быть определено. У нас есть культурное наследие, слава богу. Должна поступить заявка, если мы говорим о включении объекта в эту систему охраны. Должна быть проведена работа по выявлению этих объектов. Да, она может делаться в рамках государственных программ. Мы все для этого делаем. Мы формируем эти программы. А кто выявляет гостей граждани? Вот условно я пришел, вижу старое здание, думаю, наверное, имеет какую-то историческую ценность. Ну, конечно, мы приведем просто тогда ситуацию, наверное, в неразрешимые условия. Я считаю, что, конечно, должны делать специалисты, все-таки профильные. Но, опять же, не комитет по охране культурного наследия. Архитекторы, общественные советы, городские. Кирилл, ну что вы без дела сидите? Вы, оказывается, должны это все выявлять, а вы сидите без дела. Ну как так? Кто-то должен заявить его. Кто-то же должен заявить. Как объект. Может быть, в защиту Александра я скажу, что да, должны быть... Какого из нас, Кирилл? Да, который сидит напротив меня. Что, конечно, общественная инициатива важна, но не менее важна реакция профильных комитетов. Потому что, почему нет общественной инициативы? Как правило, общественные инициативы гасятся на корню. Те же посты в Facebook, они неэффективны благодаря бездействию тех адресатов, кому они направлены. А вы кому свой пост направляли? Наверное, представителям власти? Ну, мне было важно понять, поддержат меня люди, это... Я вот лайкнул ваш пост, я прочел. Я даже дошел до прошлого года, когда вы были против реконструкции здания рядом с кинотеатром по улице Пушкина. Я дошел до этого, да. А смысл? Смысл, если нет поддержки на уровне власти? Вот об этом я и говорю. Как раз... Тогда вы не в защиту Александра говорите, наверное. Нет, я говорю о том, что эти инициативы, они должны быть поддержаны. Без этой поддержки, ну, нет смысла их и поднимать. Ну, вот вы уже затронули эту тему касательно того, что нужно сохранять исторические какие-то и культурные ценности города нашего, да, но в то же время, учитывая необходимость новой застройки, в этом случае привести, наверное, да, фасады и, в принципе, архитектуру к единому знаменателю. Но вот вы, как председатель Симферопольской организации Союза архитекторов, что-то сделали для этого? Какие-то инициативы, которые позволили бы решить эту проблему? Ну, во-первых, это не моя основная задача. Мы не играем в пинг-понг, да, кто что должен, кто что не должен. Есть проблема, давайте садиться вместе и решать ее. Господа, мы сели здесь вместе, давайте решать проблему. У кого какие предположения? Давайте. Предложение... Предложение, я свое высказал. Предложение одно. В городе должен быть главный архитектор, безусловно. Человек, который формирует исторический облик. Должны быть внимательны... А, все-таки на хайпе вы протежируете Кирилла Кирилла. Я протежирую Кирилла Кирилла. Но если предложили, заняли бы эту должность? Я бы 10 раз подумал. Да, но если вдруг предложат после эфира, имейте в виду, что это с Александром в том числе и наша заслуга. Но, друзья, вот шутки шутками, но на самом деле, вот сколько реконструкций пережил центр столицы, да, мы уже с вами поднимали эту тему буквально несколько минут назад, и сейчас снова идет реконструкция. Вот при этом вот какие-то беспорядочные, безвкусные вывески, да, это есть. Это осталось, это даже появилось. А вот единый архитектурный стиль, его, по сути, как не было, так и нет. Здесь немножко я с вами не соглашусь. Единый архитектурный стиль – это не всегда хорошо. Город должен быть многообразен. Нельзя привести историческое наследие, да, разных времен и народов к единому знаменателю. Если вы имеете в виду единый архитектурный стиль, здесь, может быть, речь идет о выявлении какого-то определенного дизайн-кода, определенного подхода к формированию той или иной среды. Но вы сейчас говорите о точечной застройке. Нет. Хотя противником которой вы являетесь. Нет. Дизайн-код – это как должен выглядеть город. Общие правила. Общие правила. У вас есть вот видение, как должен выглядеть город, учитывая необходимость охранять объекты исторического и культурного наследия? У меня есть четкое понимание, как он должен выглядеть и, собственно, какие законодательные нормы нам это позволяют. Я уже сказал, что должно быть выявлено историческое поселение, которое на законном уровне позволит нам сохранять историческую застройку не в привязке к объектам культурного наследия. Объясню свой ответ. В чем проблема с объектом? Объект должен сохраняться физически. Вот он должен сохраняться при любых условиях физически. Историческая застройка или ценные градоформирующие объекты могут быть замещены таким же объектом. То есть мы не сохраняем, допустим, физику самого объекта, но мы сохраняем его градостроительное влияние. Ну а кто мешает принять вам решение о поселическом поселении, если, на ваш взгляд, это самая эффективная форма сохранить культурное наследие? Мы к этому идем. То есть у нас работа ведется через программы. Мы сейчас сидим, мы к этому не идем. Да, вот кто мешает? Если мы еще к этому не пришли, значит, есть какие-то сложности? Кто вам мешает? Или что вам мешает? Я рассказываю. Это достаточно затратная все-таки вещь, разработка. Мы заложили в программы эти работы. И сейчас решаем вопрос финансирования. Господа, я хотел бы, в принципе, уточнить, наверное, чтобы вы все-таки взаимодействовали друг с другом. Вот, Кирилл, на ваш взгляд, чего не хватает чиновникам для того, чтобы в полной мере защитить все эти объекты исторического и культурного наследия? И даже те, которые не входят в списки? Ну, наверное, инициативы. То есть понятно, что определенные ведомства, они отвечают за какие-то определенные вопросы. Но если люди не будут безучастными, да, допустим, стандартная отписка, почему мы не инициировали вопрос с этим барельефом? Потому что тут стандартный ответ, что это не является памятником. И давайте там устанавливать какую-то художественную ценность. Поэтому эти инициативы гасятся. Если чиновники будут, наверное, более соучастливы, да, городу, к его жителям, то, наверное, может, это снимет ряд проблем. То есть меньше отписок и больше действий, да, это непосредственно, наверное, совет чиновникам. Александр, думаю, что вы и ваши коллеги к этому прислушаетесь. Но у меня вопрос к вам, общественникам. Как нужно реагировать на такие факты, чтобы это воспринималось не только как пиар, да, но имело реальный результат? Это вообще очень сложный вопрос. Потому что где найти ту золотую середину, когда это действительно сделано в рамках сохранения объекта, который, по мнению человека, является объектом культурного наследия? Или это способ ему достичь каких-то своих результатов? Может быть, у него конфликт с этим застройщиком, а этот застройщик вложил огромную сумму денег. Александр, вы не конфликтуете с застройщиком? Нет. Нет? Кстати, насколько я знаю, там не удалось даже найти этого человека, когда пришли к администрации люди, просто не нашли даже собственника. Это уже смешно. В администрации должны быть документы, кому принадлежит это здание. Да, это безусловно. Поэтому, конечно, здесь вопрос. Вот как нам сделать так, где найти ту середину золотую, тот баланс? Вот я как раз сегодня озвучивал, что где-то середина между сохранением и развитием. Да, я вам так скажу. Вот середина здесь между общественностью и между представителями власти, между чиновниками. Вот она середина. Осталось только решить эту проблему. Кстати, Александр, у меня вот дополнительный вопрос к вам есть. Есть те объекты, которые входили в список необходимых к охранению и охране культурных объектов, которые уже потеряны для крымчан, в принципе, для всей страны, которые не удалось сохранить? Если да, то почему? Ну, вы меня сейчас ставите в неловкое положение, я, наверное, не отвечу напрямую. Есть выявленные объекты, которые являются объектами культурного наследия, и они, по мнению экспертизы, которая проводится аттестованными экспертами, они выводятся из состава объектов культурного наследия. Такие объекты есть, исключаются. Либо ввиду утраты, либо ввиду каких-либо иных событий, которые с ними, или отсутствия, допустим, историко-культурной ценности. Потому что предмет экспертизы в данном случае является включение или не включение в реестр объекта, обладающего признаками. То есть, если у него отсутствует признак, то он исключается. Александр, ну вот для примера, Константиновская башня в Феодосии, она будет спасена? Ее спасут? Ее обязательно спасут. Это федеральный памятник, он будет законсервирован. То есть, будут сделаны работы по консервации. Но вопрос по реставрации, ставить вопрос по реставрации, то есть, восстановление чего-то утрачено. То есть, как бы мы вот здесь вот подлепим, и пусть постоит до лучших времен. Мы его законсервируем, и дальше уже, если у нас вдруг появятся научные какие-то работы на тему, а возможно ли что-то с ней дальше делать, там будем думать. Сейчас для нас важно ее законсервировать, провести работы по сохранению, то есть, чтобы она хотя бы осталась в таком состоянии. Ну что ж, господа, хочется верить, что дилетанты не станут своими варварскими действиями самовольно разрушать историю нашего города, как вы, Кирилл, написали в одном из своих постов. А профильные ведомства все-таки в полной мере включатся в работу по сохранению исторических и культурных ценностей. Господа, благодарю вас за беседу, зрители за внимание. Встретимся завтра в это же время в прямом эфире и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин